Противник удерживает позиции к западу от Белогоровки. Пока не удается нам выровнять фронт южнее Кременной, но я думаю, что это вопрос времени. Перенесемся на Донбасс. С нами на прямой связи легендарный военкор комсомолки Александр Коц. Саша, здравствуйте. Как обстановка подработена? Видим столько сообщений о том, что бои, мягко скажем, высокой интенсивности там не прекращаются уже несколько недель. Ну, подработена, действительно, ситуация потихонечку усложняется. Сегодня противник пытался дойти до середины населенного пункта, накрывался артиллерией. Также работали наши дроны-камиказы, которые в последнее время очень активно применяются на всех участках фронта. Противник заходил в том числе и с бронетехникой. Это для последнего времени нетипично, потому что все-таки Киев пытается сейчас беречь технику, поставленную Западом. И работает в основном мобильными группами, легкими бронированными машинами и пехотой. Но сегодня они пошли на БМП при поддержке танка одного. Но вот эта атака успехом не увенчалась. Бои в работе продолжаются. Все сообщения о том, что мы оставили этот населенный пункт, что мы из него бежали или ушли, не соответствуют действительности. Сейчас часть села, можно назвать серой зоной, северная часть больше контролируется все-таки противником. На южной части находятся наши наблюдательные пункты. Но когда идет серьезный накат, мы отходим, накрываем противника артиллерией. После всего снова заходим, занимаем свои оборонительные рубежи. Дальше, после Работина, по плану ВСУ Токмак, чего они хотят? То есть понятно, что корректируют планы. И до Азовского моря вроде бы уже дойти планируют только в фантазиях. Реалисты берут за основу захват Токмака, правильно? Ну, у них вообще это направление называется Мелитопольским. То есть через Токмак. Токмак это такая промежуточная точка, через которую они хотят выйти на оперативный простор и танковыми клиниями мчаться обдуваемыми ветрами в сторону моря. Но здесь, насколько можно судить, потенциал наступательный слегка снизился. И перспективы наступления в сторону Токмака выглядят очень призрачными. Потому что все-таки не удалось продавить не то, что первую линию обороны, а передовые рубежи. Потеряли колоссальное количество техники и еще более колоссальное количество своих бойцов, живой силы. Мне кажется, что сейчас все-таки противник рассматривает в качестве приоритетного направления Времьевский выступ, где ему удается немножечко продвигаться ценой тяжелых потерь, но, тем не менее, они двигаются. Они это направление называют Бердянским, но, мне кажется, здесь они слегка лукавят, потому что читается замысел их продвижения в сторону Старомлиновки, а из нее уже трасса идет на Мариуполь. Им сейчас важно перерезать наши логистические цепи в Запорожье и Херсонской области. Они проверили свои силы, поняли, что они могут бить по мостам, по Крымскому мосту, по Чангарскому мосту, но эти удары бессмысленны, пока существует сухопутный коридор через Ростовскую область, ДНР, Италию, и Херсонскую область. Поэтому, конечно, они сейчас мечтают о том, чтобы перерезать этот сухопутный коридор или, как минимум, взять его под огневой контроль. Для этого надо двигаться южнее, как раз на Времьевском выступе. Но даже до того, чтобы взять под огневой контроль трассу, им, мягко говоря, еще очень далеко. Как близко наши войны сейчас к Купинску? Как там обстановка? Ну, Купинск я бы поделил на две части. Это северный фланг и южный фланг. На северном фланге идет поступательное продвижение в сторону реки Оскол. Я напомню, что Купинск поделен на две части рекой. И сейчас мы продвигаемся к Купинску-узловому, где находится серьезный железнодорожный хаб, через который долгое время Украина снабжала свою группировку на этом участке. Сейчас, конечно, этот хаб парализован. Сегодня поступали сообщения о том, что наше подразделение заняли населенный пункт Синьковка. Но, по моим данным, это не соответствует действительности. Бои вокруг этого населенного пункта продолжаются. Сама Синьковка, если можно так выразиться, находится в серой зоне. А кадры, которые сегодня распространялись и выдавались за передвижение наших войск по Синьковке, были сняты в другом населенном пункте. Сначала срочные новости. Я им сейчас расскажу. Сейчас интересная информация поступила. О еще одном кандидате от республиканцев. Зовут его Вивек Рамасвами. Это индус. Не просто индийц, а именно индус, которого родители эмигрировали. Он родился в штате Огайо в 1985 году. Совсем молодой парень. Индус оказался очень талантливым. Он закончил Гарвардский университет, факультет биологии. Затем он закончил школу, лов-скул, то есть получил диплом юриста. Он создал компанию, которая работала в сфере биотехнологий. Заработал. Сейчас его состояние сделано его руками. Никто ему не помогал. Он не получил никакого наследства. Где-то порядка 630 миллионов долларов. Это вот к тому, что мне многие пишут, что невозможная жизнь в Соединенных Штатах. Это в основном сторонники Трампа. То есть все плохо, экономика падает, рабочих мест нет. Вот вам, пожалуйста, человек в 1985 году родился. Никакого блата. Они реально прилежные и усердные. И умеют, и любят работать. Я имею в виду индийцев в целом. Так вот, значит, он стал одним из любимцев консервативного крыла республиканской партии. Но я не буду рассказывать вам о его воззрениях на внутреполитическую ситуацию. Я вам расскажу, что он думает и о чем он сказал по поводу Украины. Итак, в конце недели в интервью телекомпании CNN он заявил «Я бы заморозил нынешние линии контроля, то есть соприкосновения, границы между российскими войсками и ВСУ на территории Украины. Я бы заморозил нынешние линии соприкосновения и тогда часть Донбасса осталась бы за Россией. Я бы также взял на себя обязательство, что НАТО не примет Украину в свои ряды». Вот так, коротко и ясно. По этому поводу бывший главнокомандующий войсками НАТО в Европе адмирал Ставридис написал в Твиттере «Подобные попытки глупого умиротворения предпринимались в 20 веке, и можно проследить или протянуть нить вплоть до роста фашизма во Второй мировой войне. Никогда не стоит поддаваться на уговоры лжецов и хулиганов вроде Путина». Ну, то есть адмирал дал отлуп, но что примечательно, я бы даже не стал называть этого господина Рамасвами, не цитировать, что он сказал, но он сейчас идёт по популярности, по рейтингам, он третье место занимает среди республиканских кандидатов на пост президента после Трампа, он делит второе и третье место вместе с Десантисом. Причём, если взять ставки букмекерских контор, то он идёт на втором месте. Итак, первым мы имеем Трампа, вторым мы имеем практически Рамасвами, вот с такой его позиции, третий Десантис – это человек, которого нет, по-моему, никаких воззрений внешнеполитических. Первое его заявление о позиции в Украине было, ну, почти как трамповское, потом ему, видимо, объяснили, что он напрасно так ляпнул, всё-таки выборы предстоят, нужно избирателей, надо как-то так помягче, нужно, чтобы так и нашим, и вашим. Потом он сделал вот такое заявление, непонятно какое, а сейчас он вообще молчит по вопросу Украины. Вот он надо помнить, последний опрос общественного мнения, которое сделали по заказу СНН, которое свидетельствует о том, что подавляющее большинство, более 70% избирателей-республиканцев против продолжения помощи Украине, вообще, совсем. То есть, для тех, кому важна помощь Соединённых Штатов, Украине, остаётся вариант только один. То есть, я не вижу, если действительно для них это крайне важно, решающий вопрос о том, чтобы США продолжали помощь Украине, то я не вижу, как они могут найти своего кандидата среди лидеров, республиканцев, лидеров на пост, на то, чтобы быть выдвинутым от республиканской партии. Трамп, Трамп отличился очередным перлом в отношении Путина, Украины, на этот раз, значит, он опять говорил, Fox, телеканал Fox Business. Там он сказал, там он сказал, что Путин относится к нему как к зенице ока. Я так вот посмотрел, да, ну, известное выражение, беречь как зеницу ока, что такое зеница ока, поинтересовался буквально смысл, быть любимым, любимым, то есть, Трамп считает, что он любимый Путин. Интересный, интересный поворот событий, действительно, черт возьми. А я все пытался найти, откуда, думал, там ФСБ, там туда-сюда, может, действительно, это большая, большая мужская дружба. Підпишите на канал и не пропускайте новое видео, пишите комментарии и делитесь с друзьями. Мы также будем благодарны за поддержку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.